Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game и хочу представить вам новый проект, который открылся буквально месяц назад и называется этот проект Just Life расположен на острове Алтис. Ну а что из себя представляет этот проект, мы, наверное, посмотрим в ближайшее время. Ну что ж, в путь! Ну что ж, пытаемся зайти. И как видим, нас встречает уже, по крайней мере, мною знакомое меню входа в игру и очень-очень знакомая карта. Карта с белыми надписями, но, как мы можем заметить, изменены иконки. Изменены иконки и изменены места этих иконок. Но по-прежнему белые надписи на белой карте. Ну, в общем-то, к карте мы еще вернемся. Давайте зайдем на проект и уже все потрогаем, пощупаем своими руками, своими глазами. Появляемся, как мы видим, недалеко от центра ковалы. Но не в центре ковалы. Точка появления какая-то, я бы сказал, ну, абсолютно нестандартная. Но, тем не менее, это, как мы видим по маркеру, недалеко от самого центра ковалы. Ну, а центр ковалы вы сейчас видите. Здесь, я бы сказал, царствует, ну, глобальный минимализм. Очень много объектов убрано, а добавлено очень мало объектов. Тут уж, наверное, будет каждый судить сам. Кому-то это нравится, кому-то нет. Лично мне нравится, когда есть изменения, но эти изменения никаким образом не действуют на FPS. Ну, здесь, можно сказать, минимальные изменения. Тут только вот стоят по кругу вот эти вот уже устаревшие магазинчики. Ну, идем по привычке к автомату, чтобы получить наши подъемные. Подъемных, как вы видите, дается 150 тысяч. В моем же случае 165, это по той причине, что я не сразу пришел к банкомату, а какое-то время ходил, смотрел, искал панорамки. Поэтому мне упало пособие. Ну, и давайте пройдемся по магазинчикам этого проекта. Слава богу, что они находятся все здесь, на одной территории. Все по кругу стоят, и, в общем-то, нам надо просто немножко пройтись. Ну, а начнем мы свой обзор этих магазинов с магазина лицензии. Ну, список лицензий вы видите. Здесь, кстати, есть категория B, C, 1, C. Ну, никакой издачи здесь нету. Мы, как видите, их просто покупаем. Список лицензий, в общем-то, можно сказать, стандартный на все те ресурсы, которые присутствуют на этом проекте. Поэтому быстренько набираем те виды лицензий, которые мне сейчас будут необходимы. Это, естественно, лицензии на права. Как всегда, я беру лицензию пилота, одной из первых. Ну, а дорогие лицензии, такие как домовладелец, конечно же, мы оставим на потом. Как всегда, посмотрим стоимость домов, наверное, в конце обзора. А пока двигаемся дальше. А в следующий у нас идет местный магазин сотовой связи. Называется он апельсиновый магазин. Ну, и здесь такие вот оранжевые цвета, соответствующие названию. Но я пока ничего приобретать не буду. Дальше же стоит аналог интернет-магазина eBay. Ну, как это выглядит, вы сейчас видите. В общем-то, выглядит достаточно стандартно. На многих проектах есть подобные решения, и они выглядят примерно одинаково. Меняется только название. Будь то Авито, будь то OLX, или, как в этом случае, eBay. Принцип все тот же. Это еще одна из возможностей для взаимодействия между игроками. Фишка очень интересная. Я всегда ее хвалю, когда встречаю на каких-то проектах. На мой взгляд, это решение добавляет еще одну возможность взаимодействия между игроками. На этом же проекте eBay играет достаточно весомую роль, потому как продовольственных продуктов на этом проекте нет. Все съестные припасы вы можете купить только здесь. Ну, или продать их тоже только здесь. Других магазинов по продаже продуктов питания или напитков здесь просто нет. Все покупается здесь. Здесь же также все и продается. Но вы можете не покупать, а сделать продукты себе сами. То есть, здесь все поставлено с ударением на крафт. Но также на этой симуляции интернет-магазина eBay можно продавать как недвижимость, то есть свои дома, так и свой автотранспорт. В общем-то, это чуть ли не единственная возможность продать автотранспорт без перебивки, без вмешательства полиции. Задумка интересная, еще раз скажу, и я всегда приветствую, когда подобное встречаю на проектах. Ну что ж, посмотрели, следуем дальше. А дальше нас приветствует еще один магазин. Ну, здесь быстренько осмотримся, потому что здесь, как вы видите, магазин рецептов для того же крафта. Следующая идет, это аптека. Тут тоже ничего интересного мы, в общем-то, не увидим. Все достаточно стандартно, поэтому и останавливаться надолго здесь не будем. И следующий магазин. Вот тут мы уже что-нибудь себе прикупим. Потому что это так называемые хост-товары. Те же GPS-ки, инструмент. По инструменту тут тоже не все так просто. Инструмент есть, но вот для чего он, я пока не разобрался. Потому что добыча ресурсов происходит здесь совсем другим путем. А вот каким путем, мы, наверное, увидим это чуть позже. А пока проследуем в последний магазин, который стоит на этой площади. Здесь, как видите, три вывески. Это все одежда. Ну и начнем слева направо. Ну, первым, что бросается в глаза, персонаж почему-то развернут спиной, а не лицом. Но я думаю, что этот косячок небольшой в скором времени поправит. Потому что проект только открылся. Еще, конечно же, идут какие-то доводки, доладки. Ну, а одежда, как и всегда, я буду проматывать в ускоренном режиме. По той простой причине, что, в общем-то, большинство из этой одежды, это то же самое, что мы видим в большинстве проектов. Как я и говорю, переходит из проекта в проект. В общем-то, ничего интересного нет. Самая интересная одежда, это вот костюмы. Они идут в самом конце. Но я так предполагаю, что эти вот интересные экземпляры одежды, которые представлены в самом конце, они по випке, скорее всего. Но каждый, приходящий на этот проект, получает на неделю вип четвертого уровня. Поэтому для меня сейчас все открыто. И все по заниженной стоимости. Я думаю, что без випки нижние экземпляры одежды будут закрыты. И, кстати, они почему-то повторяются. Как видите, я прожмыхиваю все подряд. А меняется одежда на каждом пятом или шестом, по-моему, списке. Только в тот момент меняется одежда. Она почему-то повторяется, не знаю. И я сейчас в данный момент просматриваю несколько магазинов. Просто буду вырезать моменты, когда я переходил с одной вывески на другую. Ну и вот также мы видим, что есть огромное количество всевозможных шляп. Конечно же, ничего уникального я здесь не увидел. Но здесь есть шляпы ковбойские, которые, в общем-то, мне нравятся. Я их все время, как только увижу на проекте, я их покупаю. Пока это еще не заезженная тема с этими шляпами, но тоже уже, как бы, потихоньку она внедряется во многие проекты и уже тоже начинает уже так приедаться. Ну и вот то же самое с рюкзачками. Вместимость рюкзаков, которые продаются в этом магазине, она небольшая. Как я уже сказал, здесь все поставлено, в общем-то, с ударением на крафт, поэтому, чтобы овладеть, вернее, мешком повышенной емкости, то вам надо его либо купить на ebay, либо скрафтить самому. Ну а я же тем временем, с помощью группировки «Профсоюз», которая присутствует на этом проекте, добрался до автосалона легкового транспорта. Ну и давайте посмотрим на то, что здесь представлено. Для этого подходим вот к этой долговязой тетеньке, которая даже сидит выше меня стоячего, взаимодействуем с ней и выскакивает огромный список автотранспорта. Но, забегая вперед, скажу, что почему-то у меня в этот раз баганулось. Как видите, машина наслаивается одна на одну. И что бы я ни делал, этот баг не пропадал. Я пытался отбежать, прибежать по новой, но, как видите, уже три машины слепились вместе и, в общем-то, в таком режиме смотреть на этот автотранспорт, конечно же, интереса мало представляет. Но если кому-то интересен, то я заходил на этот проект со стримом. И сейчас в верхнем правом углу выскочит подсказочка. Вы можете там посмотреть на список автотранспорта, который я показывал уже без багов. То же самое касается и магазина грузового транспорта. Тот же самый баг перешел и на тот транспорт, поэтому даже показывать его я не стал. Но, кому интересно, повторюсь, посмотрите, пожалуйста, по ссылочке в правом верхнем углу. Там будет показан весь транспорт и уже без всяких багов. Скажу сразу, что транспорта на проекте очень и очень много. Транспорт интересный, есть из чего выбрать. Ну, а мне же, как вы можете заметить, пришла на помощь все та же миротворческая группировка «Профсоюз». Они предоставили мне транспорт для того, чтобы я смог заработать на первых порах хоть какие-то деньги. Ну и, конечно же, я воспользовался их помощью и поехал зарабатывать первые свои денежки. Заодно и показать вам, как здесь, на этом проекте, в общем-то, зарабатываются первые деньги. Это не единственный способ, но это один из лучших способов заработать себе подъемные деньги и уже развиваться самостоятельно. Но, еще раз скажу, что это не единственный способ, как можно заработать. Здесь также есть и почтовая служба, и сбор овощей, и тот же самый крафт. Но я выбрал с помощью ребят из «Профсоюза» рыбалку. Ребята же предоставили мне не только наземный транспорт, но еще и лодку для того, чтобы я смог порыбачить. Предоставили лодку и все, в общем-то, разъяснили. Короче, смотри. На карте там отметка идет. Ну там. Короче, там рыбка. Подплываешь к ней на рыбке, нажимаешь это, забросит сеть, она тебя закидывает. И потом у тебя над водой будут показывать стрелочки красные. На каждую стрелочку красную там подъезжаешь и так же забрасываешь. И вот так ловишь там, короче, стрелочки. Он может вводить тачку, он туда, он припаркует, он там. И идешь так вот, подплывать, скидывать, подплывать, скидывать. Покрываешься на рюкзак сначала, а потом с рюкзака перекладывай в лодку. Короче, немножко трудновато, но... ...чем возить почту или собирать яблоки. Поэтому я с удовольствием согласился и поехал. К тому же, что занимался рыбалкой я очень-очень давно, еще на первых проектах по армии. Ну, в общем-то, задача одна. Берем лодку и выплываем на точку, где обозначена рыба. Если кто-то занимался подобной деятельностью, то, наверное, узнает. Таких модов я видел на своей памяти всего два. Вот этот вот, где выплываешь на точку, загорается стрелка, и вы плывете на эту стрелочку. Дальше нажимаете выбросить сеть. И, в общем-то, все, идет процесс ловли рыбы. Есть еще один мод, который я тоже как-то раз посещал. Там просто выплываешь в квадрат, где обозначены, и там просто выкидываешь сеть. Ловится рыба, ты это дело все повторяешь, повторяешь и повторяешь. Этот мод, на мой взгляд, немножко посложнее. Но, тем не менее, набрав рыбы, мы подплываем к нашему грузовику, который мы поставили на берегу. И начинаем набивать его нашим пойманной рыбой. После же завершения загрузки автомобиля рыбой, возвращаемся в море, и опять ловим рыбу, возвращаемся сюда. И так до тех пор, пока грузовик не набьется полностью. Ну, а после чего, естественно, садимся в грузовик и едем к торговцу рыбы, которая находится совсем недалеко. Благо, что точки расставлены очень и очень близко друг к другу. В общем-то, далеко ездить не приходится. Ну, и пока мы едем к торговцу рыбы, я должен сказать, что на этом проекте идет автоматическая прокачка. Прокачивается именно тот параметр, которым вы занимаетесь. То есть, если я сейчас ловил рыбу, то у меня автоматически прокачивался навык рыбака. Ну, и естественно, что чем выше мой уровень рыбака, тем больше рыбы за один раз я вылавливаю. Ну, и, конечно же, это сказывается на том, что грузовик у меня забивается все быстрее и быстрее. Ну, и подобное автоматическое прокачивание здесь распространяется на все виды ресурсов, чем бы вы ни занимались. Будь то горнорудная промышленность, нефтяная или газовая. Все будет прокачиваться именно в тот момент, когда вы будете этим заниматься. Ну, а я тем временем, как вы можете заметить, уже добрался до точки продажи рыбы. Кстати, на эту же точку в дальнейшем мы будем продавать медные изделия, а именно клетки для ловли крабов и моллюсков. Но для этого еще нужно дойти. А я же, заработав первые деньги, решил обзавестись собственным транспортом и для этого поехал в магазин грузовиков, чтобы приобрести свой личный транспорт и уже ни от кого не зависеть. Свой первоначальный опыт с помощью компании «Профсоюз» я уже получил и уже есть представление, как мне здесь зарабатывать. Поэтому я решил купить свой собственный грузовичок. Мне хватает уже на ЗИЛ. А вот как раз та самая причина, по которой я не показывал вам транспорт этого проекта. Видите, как у меня все слипаются машины в одну кучу. Но тут же я должен сказать, что это не проблема сервера, это проблема моей клиентской части. После перезахода у меня все было нормально. Но вот с первым заходом на этот проект вот такая вот чехерня у меня получилась. Ну а вот тот самый ЗИЛ, который я купил. И только я купил этот ЗИЛ, как на этом же месте мне повстречался очень хороший человек, который, в общем-то, пожелал мне помочь. А зовут этого человека Станислав Милский. Это его игровой псевдоним. Огромное спасибо ему за эту помощь. А подарил он мне вот этот вот красавец-мерседес-грузовик на 1200 слотов. И обычно я отказываюсь от предложенных мне подарков в начале, там, витки и тому подобное. Но этот человек сделал этот жест не ради своей выгоды, а просто из благих побуждений помочь новичку. Ну и вообще в целом, если говорить про этот проект и про людей, которых я здесь повстречал, то меня даже немножко удивило, насколько много адекватных, дружелюбных и отзывчивых людей я здесь повстречал за довольно-таки короткий срок. Это и та же самая группировка «Профсоюз», которые просто, в принципе, также мне помогли в самом начале. И Станислав, и еще много людей я встречал, которые пытаются как-то помочь, приободрить, как-то направить тебя. И все это происходит в такой обстановке дружелюбия. Вполне возможно, что меня удивляет такое отношение людей после того, как я посетил проекты ГТА-5. Но здесь даже бандиты ведут себя вот так вот. Здорово. Здорово. Покажи, пожалуйста. Сейчас, сейчас, подождите. Есть? Да, есть. К «Профсоюз» какой-нибудь соотношений имеем? Нет. Спроси, пожалуйста, у него «Профсоюз» какое-нибудь соотношение имеет, нет? А, все, счастливого пути. Ну и согласитесь, подобная встреча немножко удивляет. Ведь человек играет роль бандита. И тем не менее, все его фразы проходят через слово «пожалуйста». И еще в конце он желает счастливого пути. А ведь, повторюсь, он играет за бандита. И вот подобных доброжелательных и отзывчивых людей я повстречал здесь, ну просто, огромное количество. И особенно это выделяется на фоне проектов GTA V, где кроме фразы «Стой, сука, это ограбление» ты не услышишь больше практически ничего. Поэтому атмосфера дружелюбия на этом проекте меня просто, можно сказать, покорила. Ну, а тем временем я добрался до точки горнорудной добычи. И вот здесь тоже есть о чем поговорить. Сама же добыча здесь происходит немножко нестандартным способом. А как именно? Мы уже затронули тему того, что здесь идет автоматическая прокачка. Ну и естественно, если я нахожусь на точке горнорудной добычи, я буду прокачивать горнорудное дело. Прокачка будет идти автоматически. По мере прокачивания мне будут открываться все новые и новые ресурсы. Ресурсов очень много. Когда мы доберемся до переработки, я покажу вам список ресурсов, которые можно добывать вот на этой точке. Но для того, чтобы начать добычу, вам надо открыть планшет и в планшете выбрать именно ту породу, какую вы хотите набрать. На данный момент, если посмотреть, то у меня это всего лишь две породы. Это уголь и это камень. Все остальные породы мне откроются по мере прокачивания моего навыка. Выбираем уголь. Уголь, потому что он легче и его проще собирать. Он больше помещается в рюкзак. Идет прокачка следующим образом. Вы просто набираете рюкзак полностью до отказа и выкидываете собранное. И опять начинаете собирать. Таким образом, вы достаточно быстро прокачаете себе несколько уровней. И перед вами откроются новые ресурсы. Каждый новый ресурс, который открывается, естественно, стоит дороже. У меня сейчас стоит цель докопаться до меди. То есть прокачать себе шесть уровней, чтобы начать добычу меди. Добыча меди приносит неплохой доход. Медь можно продавать слитками, а можно из нее делать клетки для ловли краба или моллюсков и продавать их рыбаку. Но об этом я уже говорил. Следующее же, что я всегда хвалю и ценю на подобных проектах, это автоматизация труда. То есть, что я имею ввиду, чтобы работал персонаж, а не игрок. Так вот здесь стоит полная автоматизация. Зайдя на триггер и когда вы выберете свой нужный ресурс, вы просто один раз нажимаете кнопку Windows. Все, дальше пошел процесс без вашего действия. Вы можете пойти попить кофейку или покурить, в зависимости от того, что вы выберете. Если персонаж будет работать, вы как игрок будете отдыхать. И заметьте, в моих руках нет ни кирки, ни лопаты, никакого инструмента. Здесь инструмент не нужен. Вы все делаете без инструментов, руками, вот с такой вот анимацией. Ну а каким образом собираются другие виды ресурсов, можете посмотреть на моем стрим-обзоре. Ссылочка сейчас будет в правом верхнем углу. Там им показывали, как добывается на этом проекте газ. Точно так же, без всяческого инструмента, через вентиль. Там стоит труба, открываем вентиль, качаем газ. Ну в общем, посмотрите по ссылочке в правом верхнем углу. Ну а я тем временем, как и обещал, приехал на точку переработки. Чтобы показать вам, какой список горных пород перед вами откроется после того, как вы прокачаете все уровни. И вот справа выскакивает тот самый список горных руды, какие вы можете открыть и здесь перерабатывать. Все это зависит от степени прокачивания. Следующее, что меня порадовало на этой точке, это посмотрите. Я взял с собой 41 штуку руды. И она автоматически вписалась вот сюда. Мне не надо ничего вписывать самостоятельно. Все автоматизировано. Я нажимаю и пошла прокачка. Все, в общем-то, замечательно. И очень красиво выполнена вот эта вот табличка. Жаль, что весь проект не выполнен в едином стиле. Чтобы в всех магазинах, в всех взаимодействиях была вот такая вот красивая синя-серая табличка. К сожалению, проект выполнен не в одном стиле. Ну и, наверное, напомню, что вот эта вот огромная скорость переработки, в общем-то, зависит от випки. У меня випка четвертого уровня, поэтому, когда она свалится, скорость, конечно, не будет такой шикарной. Ну и последнее, что хотелось бы сказать про эту переработку, то здесь зависит от количества, которое вы перерабатываете. То есть, если вы положите, например, один фрагмент меди, то он переработается очень быстро. Если положите, как я, там, например, 41, то он, конечно же, будет перерабатываться гораздо дольше. То есть, от того количества, которое вы перерабатываете, зависит скорость. Ну и плюс еще випка. Ну и вот на этом, наверное, закончу рассказывать про добычу ресурсов, про начальные заработки и вообще, в принципе, заработки на этом проекте. Если кому-то еще интересно, можно посмотреть какие-то нюансы и дополнения в моем стрим-обзоре на этот проект. И перейдем, наверное, к тому, что еще интересного можно посмотреть и увидеть на этом проекте. И одно из таких интересных вещей – это ежедневные ивенты. Они абсолютно разные. С разными наградами, с разными участниками и абсолютно разных направлений. Вот мне посчастливилось побывать на ивенте, где происходили танковые баталии. Баталии каждой за себя и все против всех. Ну и, наверное, повторюсь и скажу, что подобные ивенты здесь проходят с завидной регулярностью. Сама задумка вот подобного ивента мне понравилась. Танковые баталии, выглядит все очень интересно и так антуражно. Но единственное, что вот в этом случае, когда я попал на это мероприятие, на это, было не все продумано. Было не продумано зрительские места. Да, они были созданы спонтанно, и сама баталия происходила на очень огромной территории. И увидеть что-либо было очень и очень тяжело. Даже имея бинокль, не всегда все рассмотришь. Следующее, что хотелось бы еще показать на этом проекте, то здесь существует некая зона отчуждения, которая из себя представляет огромную территорию, на которой есть такие радиационные аномалии. И вот, собираясь на эту территорию, мы нашли один интересный баг. Но он не столько интересный, сколько смешной. И вот, посмотрите. Когда садишься в УАЗик, модель персонажа размазывает по всему экрану. Ну и вот, друзья, мы вслазь поражали над такой вот аномалией, даже еще не приблизившись к территории аномальных явлений. Ну а сама же территория отчуждения выглядит примерно вот так. Это туман с помесью радиации. Здесь, как видите, включен дозиметр, он показывает уровень радиации. Кругом идет шипение, смешанное с туманом. И вот в таких условиях нужно найти аномальные зоны, в которых и можно найти какие-то интересные, уникальные вещи. Но, к сожалению, нам не удалось ничего найти. Сами аномальные зоны мы нашли, но как с ними взаимодействовать, мы не поняли. Скорее всего, с собой надо нести, наверное, металлоискатель, потому что мы пробовали кирку, пробовали лопату, ничего там не работает. Ну и, исходя из этого, мы поняли, что надо было с собой нести металлоискатель. Поэтому мы просто по ней побегали, по этой территории, в общем-то, ничего не найдя. Но выглядит это вот таким вот образом. И занимает, как вы можете видеть, ну просто огромную территорию всего острова. Ну а далее мы побежали с моим другом посмотреть на недвижимость этого проекта. Недвижимость, естественно, стандартная. Все дома продаются и цены колеблются от 2,5 миллионов до 5. Ну это опять-таки надо быть честным с учетом випки. Сколько будет стоить эти дома без випки? Ну, я не знаю, наверное, раза в два дороже это точно. Ну а в самих же домах можно ставить некий контейнер, который, в общем-то, визуально выглядит, как гора чемоданов. Очень такое стандартное решение. Ну и на этом, наверное, будем заканчивать обзор этого проекта. Я, в свою очередь, постарался показать вам все те тонкости и нюансы этого острова, с которыми вам предстоит столкнуться, если вы сюда зайдете. Также какую-то информацию по геймплею на этом проекте можно посмотреть из моих стрим-обзоров. Ну а на этом у меня все. Если кому-то понравился проект, заходите, играйте. Получайте удовольствие и отыгрывайте свое РП. Ну а мне же пора лететь и искать другие острова, другую легкую жизнь. Спасибо всем, кто зашел. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...